Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube-канале российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. И у нас сегодня в гостях один из ведущих специалистов по Ближнему Востоку в России, один из ведущих специалистов по Ирану в нашей стране, политолог Карина Геваргян. Карина Александровна, добрый день! Здравствуйте, Фархад! Мы с вами давно знакомы, и я предупреждаю зрителей, что мы с Фархадом, вернее, Фархад, он гиперделикатен, всегда и гиперэтичен. Благодарю вас за вашу оценку. Я тоже вам очень всегда признательна за то, что с вами можно спокойно даже на острые темы разговаривать. Благодарю вас за вашу оценку, от вас это слышит двойне приятно, что называется. И, конечно же, спасибо, что вы нашли время с нами сегодня поговорить. В вашем плотном графике вы смогли к нам прийти и уделить на нас время. Спасибо! Для нас большая честь. Итак, дорогие друзья, в рамках нашей сегодняшней программы мы, конечно же, поговорим о большой игре. Поговорим и о геополитике, о взаимоотношениях России, стран Центральной Азии с Западом, ситуации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Не обойдем вниманием, конечно же, и Иран. Текущая геополитическая обстановка в мире требует очень тщательного, аккуратного и скрупулезного анализа. И чтобы лучше понять суть происходящего, нам, конечно, важно быть абстрагированным от эмоций и вникнуть в детали тех геополитических процессов, которые мы сегодня попытаемся разобрать. Карина Александровна, надо сказать, что действительно, вот я смотрел накануне интервью президента России Владимира Путина, который он дал нашему коллеге Дмитрию Киселеву, и надо сказать, что в рамках этого интервью говорилось в основном больше о внешней политике России, был акцент сделан именно на этом. Ситуация очень тяжелая, как мы понимаем, все прекрасны, если мы говорим про геополитическую обстановку. Если нам говорили раньше ваши коллеги о том, что вот, наверное, самой тяжелой эпохой в российско-американских, советско-американских до этого отношениях был, наверное, Карибский кризис, то сегодня этот Карибский кризис нам кажется, наверное, цветочками, а вот ягодки, вот они скоро взрастятся. И, естественно, мы не можем не обращать внимание на то, что происходит в разных уголках нашего земного шара. Это, конечно же, и украинский вопрос, это, конечно же, и, соответственно, ситуация на Ближнем Востоке, мы об этом сегодня детально попытаемся поговорить. Начнем, наверное, с малого, коснемся потом уже более глобального. Ничего себе, большая игра, с малого он начал. Ну, большая игра с маленьких таких достаточно нюансов, на самом деле. Я ваш, я ваш. Совершенно так, медленно, спокойно, но тем не менее. Карина Александровна, вот начнем, наверное, с постсоветского пространства. Я бы начал, наверное, скорее, с Центральной Азии, потому что это одно из наших важных направлений, что называется. У нас с этими странами, я напомню для наших зрителей, кто, может быть, не знает, это Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, сложились очень довольно теплые, тесные взаимоотношения. Это наши очень важные партнеры, даже союзники, если мы говорим про ДКБ. И очень важно, конечно же, наблюдать за теми турбуленциями, которые происходят в рамках геополитики, как у нас сейчас выстраиваются с ними взаимоотношения. Как бы вы оценили сейчас наши позиции на постсоветском пространстве, а если говорить про Центральную Азию, скажем так? Слушайте, ну, понимаете, нам с вами не за шашечки, да, нам с вами ехать, верно? Первое. Потому что межличностная деликатность — это одно, а здесь мы должны сбросить все маски и рассуждать как эксперты. Без гнева и пристрастия, Синаир и Ред Студио, да. Я считаю, что в целом политика России на постсоветском пространстве не удовлетворительна. И, собственно говоря, феномен Украины нам об этом свидетельствует. Вступление Прибалтики в НАТО и прочее, прочее, прочее. Также поведение Молдавии, сами видите, даже не буду зацикливаться на этом. И на границе с Молдавией и с Румынией уже вовсю стоят французские военные и готовы вторгнуться. Вы сами понимаете, что будет операция против Приднестровья, где наши с вами миротворцы находятся. И огромный склад с вооружениями, верно? Проблема? Проблема. Почему они хотят это сделать? Ну, понятно, что даже мелким зверюшкам. Они опасаются захвата России с севера Причерноморского побережья и захвата Одесского порта, Одесса-Николая. Чтобы это предотвратить, поэтому Макрон сделал такие, извините, странные заявления относительно того, что пора, вот, типа, мы готовы на Украину войти. Теперь, что касается стран Средней Азии и Казахстана, или, как теперь, не очень правильно, но вы знаете, это с точки зрения научной, назвали это с подачи американцев в Центральной Азии. Не совсем так. Ну, ладно, успокоимся. Да, что вы, да. Все понимают о чем. О географии, конечно же. Да, у нас есть члены ОДКБ. С ОДКБ тоже все непросто. Тут Пашинян заявил, что он замораживает свое участие, да, в этой организации без выхода. Ну, собственно, механизм выхода и не предусмотрен. Так же, как и с НАТО. Поговорим еще об этом, кстати говоря. Ну, втихую, относительно, недавно, несколько месяцев назад, в Казахстане, тоже с членом ОДКБ, казалось бы, все хорошо, был открыт тренировочный центр НАТО торжественно послом Соединенных Штатов. И, как вы догадываетесь, наверное, основной корпус офицеров НАТО там откуда и с какой страны? Язык, который вы знаете. Это Турция. Понятно, да? Вот. Поэтому в этом мире нет линейных решений и нет линейных схем. Мы можем молчать по поводу того, что в Казахстане тренировочный центр НАТО, а там какие-то медиа будут ругать Пашиняна, и вполне может быть за дело. Я сейчас, мы же без гнева и пристрастия, да? Но давайте обращать внимание на все, что там происходит. Конечно. Зачем, спрашивается, был создан этот центр и почему казахстанские власти на это пошли? Это означает, что, ну, так, здесь тоже нужно снизить, как бы, оценочный тон, но как минимум, что они пытаются играть на всех досках. То есть многовекторная политика? Многовекторная политика, которая в переходный период, который мир переживает, а это не просто переходный период. Фархад, мы с вами за рамками всяких эфиров и встреч, фундаментальные процессы, правда, на бегу, как всегда, но обсуждали. Заканчивается эпоха западного доминирования. То есть слом гегемона в лице... Это не слом гегемона, это объективный конец этой эпохи. Ни одна эпоха доминирования мне длилась более 500 лет, я это все время повторяю, это я открыла, надо себя похвалить. Почему бы и нет. Я серьезно говорю. Это закономерность была. Да, это закономерность. То есть западный вот этот мир, Европа, Соединенные Штаты, которые очень забавно себя назвали свободным миром, потому что внутри себя они смогли за счет ресурсов остального мира обеспечить действительно очень интересный процесс. Вот, там демократию, какие-то свободы, это правда, это было, но это тоже ушедшая натура. Они тоже столкнулись с необходимостью тотального контроля, причем вплоть до того, что залезают вообще в дела семьи. Но это мы знаем, сейчас не будем на этом зацикливаться. У них тоже огромные изменения происходят, но это был колониальный мир, правильно? Конечно. И сейчас мы не будем углубляться в историю, что британцы, например, сделали с Индией. Хотя бы с Индией, я не говорю обо всех остальных. И ни один век. И ни один век, совершенно верно. Вот эта эпоха заканчивается. Теперь интересный вопрос. Возвращаемся в ту самую Центральную Азию. Чего опасались власти Казахстана, и говорили об этом довольно откровенно, ну, может быть, не слишком публично, но довольно откровенно. Что они хотели бы повышать свой собственный суверенитет. И опасаются, естественно, будучи хоть достаточно, имея стратегическую глубину, это большая страна все же, да, но опасаются давления со стороны и Москвы, и Пекина. Да, верно? Угу. Вот. А участвуют в самых разных проектах. Если вот посмотреть, в каких проектах международных участвует Казахстан, да, они делают эту попытку. Это с одной стороны. С другой стороны, это очень важная транзитная территория. Вы это тоже прекрасно знаете. География. Совершенно верно. География — это судьба, как вы помните. Точно. Вот. И в нынешних вот этих, понимаете, уровень, интенсивность, турбулентность, она повышается. В этих условиях играть на разных досках и от одной доски поворачиваться к другой становится все сложнее. Нужно делать какой-то выбор. И везде риски. Я сейчас, правда, объективно говорю, везде риски. А ну как, да, вот Россия начнет свое диктовать, или Пекин начнет свое диктовать, или даже Турция начнет свое диктовать. Ведь мы же знаем, что с одной стороны, там, скажем, Узбекистан входит в эрдоганский проект «Туран». Ну, организация «Турский государственный» на которую он тратит, да. На которую он тратит больше средств, чем на некоторые собственные социальные проекты, за что его ругает его оппозиция. Громко ругает. И это мы тоже с вами знаем, да. Ну, хорошо, входят с одной стороны. А с другой стороны, они всегда говорят, ну, типа, Турция все же, военная логистика, ну, довольно далеко. Ну, да, культурные проекты, образовательные проекты, ну, и разные прочие, экономические, пожалуйста. Но у Турции недостаточно возможностей для того, чтобы оказывать на нас серьезное давление. Они не опасаются этого, действительно. Нет, Турции опасений-то нет в том-тое. И это объективно. Экономика Турции тоже бывает об этом все-таки. Да, но мы сейчас, мы же не о ней. Не о ней, да, мы не о Турции. Как будет выживать экономика Турции? У Турции, на самом деле, при том, что она осуществляет этот проект, этот проект серьезный, там, турецкий колледж есть аж у нас в Якутии, да. Вот, то есть, понятно, это такая культуртрагистская серьезная программа. И к ней надо относиться с уважением, да, она хорошо разработана, она системно действует. Вот, и критики этой программы, это в основном политики. Поэтому пусть, это к ним, это не ко мне сейчас. Вот, но у самой Турции интерес больше сосредоточен южнее. И у самого Эрдогана. Вот, не в рамках западного проекта, когда Турция становится инструментом Запада в той самой Центральной Азии. И там они ее поддерживают. А самой Турции гораздо интереснее сейчас закрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И в Магрибе, и в Африке. И заметьте, военные базы турецкие, где находятся? В Африке. В Африке. И не только. И не только. Я напоминаю, что на северо-восточном побережье Африки тоже есть турецкие базы. В Катаре есть турецкая база. Достаточно серьезная. И какая армия НАТО послеамериканская считается самой мощной, самой натренированной и с боевым опытом? Турецкая. Турецкая, правильно. Да, то есть здесь тоже возникает некоторая такая сложность. С одной стороны, Западу было бы выгодно, чтобы Турция как можно больше укреплялась на постсоветском пространстве. А самой Турции выгоднее укрепляться южнее. И приходится действовать и там, и там. Правильно? Конечно. Вот. Теперь все остальные. Так вот, да, ну вот в Узбекистане, особенно при покойном президенте Каримове, они говорили, ну что там, а что турки, мы сами с усами и с бородами. Правильно? Вот. Это откровенно говорилось. Да. И чрезмерное влияние, более того, на этом постсоветском пространстве изначально очень сильно было развернулись структуры Фетхуллаха Гюлена. Правильно? Какие отношения у Эрдогана с орденом Норд-Жолара, это мы знаем с вами, да, даже не будем останавливаться. Народ будет интересен, пусть посмотрят. Само собой разумеющийся. Значит, это очень интересно, да, как он замещал и вытеснял, а кто-то уже был последователями, да, идейными последователями, симпатизантами этого ордена. То есть крайне непроста даже внутри тюркская проблематика сейчас, в Центральной Азии. Плюс опасения, как будет действовать Москва, как будет действовать Пекин. И замечу, в медиаполе, которое вы наверняка исследуете, что они пишут, что запросто там проукраинское. Тон поддерживается в открытую совершенно, и вплоть до государственных СМИ. Там высказывается опасение, что Россия оккупирует Казахстан так же, как по аналогии с Украиной. Это происходит. Вот как? Вот о чем говорится. И это говорится в открытую. Знаете, это обсуждается в открытую. Вот, поэтому я считаю, нашу политику на постсоветском... Вот, понимаете, все эти встречи, ну, опять же, люди вежливые, да, к счастью, наша страна и все постсоветские государства все же учились дипломаты в хорошем вузе, люди воспитанные, между прочим. И я это подчеркиваю, кстати. И они ведут себя вежливо, приветливо. И на официальных встречах, в официальных заявлениях они, разумеется, не делают никаких хамских димаршин. Мы ни разу этого не видели, и слава богу, говорю. Но это не означает, что ситуация проста и беспроблемна. Она проблемна крайне. Потому что именно там, нам с вами, гражданам России, по этому периметру, всему, начиная от Прибалтики, дальше я вам уже сказала про Приднестровье, ну, Украина, само собой, да, далее Молдавия, теперь то, что принято сейчас называть Южным Кавказом. Тоже ситуация крайне непростая. Армения переживает, в принципе, что-то типа гуманитарной катастрофы. И общество в Армении находится в состоянии, которое Лев Гумилев описал, как пассионарный надлом. Очевидно совершенно. Я все же, конечно, отслеживаю внутреннюю ситуацию в Армении. Я считаю ее неустойчивой. Судя по заявлениям о поведении властей, может быть, им в чем-то не хватает компетенции. Французский фактор очень любопытно обозначился. Вот видите, в Румынии, Молдавии и в Армении. Вот как раз это. Они, кстати, пытались и с Азербайджаном работать. Я это помню очень хорошо. Были такие попытки. Но тогда вопрос к ним, к французам. Сразу один большой вопрос и закрываем тему. Прошу прощения, а как быть тогда с военной логистикой? Ее нет. Все, закрыли тему. В таком случае, Карина Александровна, мы от Центральной Азии переместимся на Южный Кавказ, потому что, когда мы говорим про Большую Азию... Нет, я не договорила, только одна фраза. Да, пожалуйста. Далее, за всем этим процессом относительно переговоров и о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном внимательно наблюдают из разных столиц. Внимательно более всего наблюдают, конечно, из Тегерана. Тегеран вообще на самом деле делает достаточно серьезные заявления, особенно резкие мы видим на медиаканалах Корпуса Стражей Исламской Революции. Они вообще против всего этого. И тоже пытаются вести переговоры. И с Баку, и с Ереваном. Это я вижу. Интенсивность этих встреч довольно высокая. И единственной страной, ну помимо Турции, естественно, которая имеет действительно логистические возможности, это Иран в этом регионе. Поэтому что говорят иранские политики и представители Ксира? Единственные, кто может обеспечить вам здесь мир и безопасность, это мы. И не поверить им, в общем, даже сложно, потому что у той же Турции есть свои проблемы. Если Иран держит контингент на этих границах Армении и Азербайджана, в 140 тысяч, в 100 тысяч военнослужащих, в 40 тысяч Ксира, и мы знаем, что такое современные иранские вооружения. Верно? Да. Они передовые. Мы же сейчас с вами трезво это все обсуждаем. Эрдоган тоже хотел усилить эту, по-моему, третью или какая-то там полевая армия, которая у этих границ стоит. 40 тысяч. То есть у него даже контингент ниже. Потому что еще раз вам говорю, самому Эрдогану, и Турции, как стране, гораздо интереснее закрепить свои позиции в Восточном Средиземноморье, на севере Африки. И потихоньку как-то так налаживать отношения со странами арабского мира, что, как видно, Эрдоган пытается сделать. Более того, понятно, что как только произошел вот этот кризис, связанный с 7 октября, Израиль, верно? И поездным сектором газа, да. Что заявила турецкая сторона и британская? В этом смысле надо сказать, что Анкара и Лондон гораздо ближе друг к другу в плане координации внешнеполитических усилий, чем, например, Анкара и Вашингтон. Нет, с Вашингтоном тоже Турция ведет себя вполне вежливо, но я сейчас не об этом. Было сделано заявление, а давайте мы введем миротворцев турецких. И от этого отказались и палестинцы, и Израиль, надо сказать. Есть подозрение у меня, что у Турции помимо миротворческого гуманитарного интереса есть еще и вполне экономический интерес оказаться вот в этом месте. Это Левиафан, это газовое месторождение у берегов газа. Левиафан, да. На наших условиях, а не на израильских. Ну, может быть, он чуть-чуть преувеличил, но, заметьте, Эрдоган слишком серьезный политик, чтобы прибегать к какой-нибудь откровенной лжи и фейкам. Этого он не делает. Он говорит и делает. Он говорит и делает. Он может преувеличить, скажем, какие-то моменты. Но я, во всяком случае, может быть, такое и было. Я, по крайней мере, с огромным уважением отношусь к нему как к политику. Он политик особого совершенно склада. От него всегда можно ожидать очень неожиданных, эксцентричных, если хотите, действий, но они всегда прагматичны. Вот. Это политик с... Он реалист? Он реалист, конечно. И он старается... Ну, вот за что я его больше всего уважаю, что ему присуще... Политику же все время приходится заниматься оперативкой. Тут интриги в окружении. Вы понимаете, да, оппозиция, а в Турции есть оппозиция. Но все это вот... И надо все время заниматься оперативкой. А у человека 24 часа в сутках. Плюс он не юный, как вы догадываетесь. Да еще и религиозный. Он искренне религиозный человек. То есть он пять раз в день у него молитва. И молитва неформальная. Да? Вы понимаете? Безусловно. А его хватает на то, что он все время руководствуется превентивными соображениями. То есть помимо оперативки он думает о тактике и о стратегии. И о большой стратегии. Вот. И в этом смысле он, конечно... И поэтому, когда он говорит, мир больше пяти, 21 век, это век Турции. Это его надежда. И он знает. Это не просто бла-бла какое-то. Да, лозунги его прошлогодние, превыборные программы. Да, да. Пусть на меня Вердоган не обижается, он нас не услышит. Вот. Он действительно это делает. Его программа грандиозная. Рискует? Да. Очень сильно. Все может сорваться. Потому что ресурс Турции крайне ограничен. Но как когда-то, по крайней мере в фильме, известном о 50-х годах адмиралу Шакову, когда ему сказали, что в этой баталии невозможна виктория. У нас мало кораблей. Что сказал адмирал Ушаков, святой русской православной церкви? Он сказал, когда мало кораблей, много умных. Вот. И в этом смысле надо отдать должное. У Эрдогана хорошая разведка. И вы знаете, что нынешний министр иностранных дел Хакан Фидан, я его вообще считаю преемником Эрдогана. Меня спрашивают иногда так. Ну, в чем бы и не сказать. Я вообще считаю, что, скорее всего, его можно спрогнозировать. Да. Оппозиция, честно говоря, проштрафилась в Турции. Да, у нее есть позиция. Но не обновляет свою карту. Но даже те, кто ей сочувствуют, понимают, что программы настоящие и проектов настоящих, кроме как быть болванчиком Запада, у них нет. А у Эрдогана есть. То есть они не хотят быть болванчиками Запада. Да. При том, что Эрдоган строит отношения с Западом, но он строит совершенно с иных позиций. У него действительно есть собственные проекты и есть собственные расчеты. Ну, извините, Калина Александровна, что перебиваю. Это не из-за разряда, что мы за все хорошее против всего плохого, и что вот мы готовы работать со всеми, только вы должны принимать нас во внимание. Этот адрес он может от посыл отправить и Западу, и Востоку, и Ближнему Востоку, и, собственно говоря, другим центрам силы, которые так или иначе будут рассматривать Турцию как свой объект. Да, возможно. Такое тоже возможно, тем более, что на территории Турции, я напомню вам, не только турецкие военные базы, но и американские. Вот о чем и речь. Именно американские. О чем и речь. По-моему, немецкие военные оттуда ушли, да, кажется, их там нет. Британцы есть, ограничены крайне. И в этом смысле, ну, в меру, конечно, можно сказать, что есть элемент оккупации. Со стороны того же НАТО. Да, проблем, конечно, хватает. Но, понимаете, вот в этих турбулентных обстоятельствах, когда Америки, они же из Анкары и Стамбула тоже наблюдают за тем, что происходит в Соединенных Штатах. И трезво это оценивают. И имеют информацию, агентуру там и в том лагере, и в другом. Я в этом совершенно не сомневаюсь. И очень трезво это оценивают. Они не понимают, что Америка будет заниматься самой собой. А пока она будет заниматься самой собой, у Турции есть возможность повысить свой суверенитет. И Эрдоган не живет иллюзиями, и розухачков там нет никаких. А в плане того, что сказать, то он всем говорит хорошие слова. Он и Путину говорит хорошие слова. Он и американскому президенту все равно скажет хорошие слова. И британскому руководству, и кому бы то ни было, он скажет хорошие слова. И это в этом смысле он придерживается тоже старой дипломатической школы. В таком случае, так как мы, собственно говоря, начали в Центральной Азии, я неспроста на самом деле начал наш сегодняшний разговор именно с этого аспекта, поскольку вы прекрасно сейчас поймете, что я имею в виду. Ведь большая игра между Британией и Россией как раз началась именно в этом регионе, когда, собственно говоря, начались противостояния о том, как ему будет принадлежать Иран, Центральная Азия, Средняя Азия, Индия и так далее. В итоге разграничили, даже мы Иран в свое время разграничили на зоны влияния, там север Иран ушел в зону влияния России, юг Ирана отнесся в Британию, посередине была буферная зона, Центральная Азия, собственно говоря, современная тоже нам отошла и стала зоной национальных интересов, а вот Индия стала, собственно говоря, зоной британцев, ну и Пакистан заодно, да я не буду Пакистана. Но суть в чем, ведь на самом деле, как мне это представляется, возможно я ошибаюсь, поправьте меня, дело все в том, что вот мы сейчас плавненько перешли к Турции, да, и хотелось бы, наверное, задеть, не только затронуть, уж не задеть, затронуть там Турцию и Иран, вы уже так немножко так сказали уже про Иран, но меня что интересует особенно, вы как большой специалист по Ирану, очень много лет изучаете этот вопрос, Иран сегодня это страна, которая, наверное, тоже будет в скором времени проходить через турбуленции, наверное, потому что, собственно говоря, там скоро тоже произойдут какие-то определенные изменения в верховной власти, в Исламовской республике, вы, наверное, понимаете, что я имею в виду, имею в виду, как раз таки, кто станет следующим, кто будет преемником верховного лидера Ирана Айаталэ Али Хаминеи. Собственно говоря, буквально две недели назад в Иране прошли выборы в национальный парламент, так называемый, это ассамблея экспертов, или же там, называют ее Гебраган, да, в которой были избраны новые парламентарии, их суть заражается в том, у этих экспертов, в том, чтобы они, если в случае ухода из жизни действующего верховного лидера, избрали нового человека, что будет с Ираном в данном случае, и как вообще трансформируется ли вообще Исламовская республика, на ваш взгляд, и какие отношения у нее с Турцией сегодня, как бы вы их охарактеризовали? Тезис первый. Иран никогда не был колонией. Полуколонии имеется в виду? Он бывал в сильной зависимости, но колонии никогда не было. Нет, колонии нет, полуколонии. Это очень большая страна по территории, большая. Конечно, Америка, Китай и Россия больше, но это одна из больших стран. Да даже Казахстан больше. Со сложным крайним ландшафтом для завоевания. Страна, которая входит в десятку, это по западным оценкам, причем заниженным. Самых технологически развитых стран мира, в Ширазе, завод по производству микрочипов 8 нанометров, промышленном масштабе. Это при том, что страна находится под санкцией, ни много ни мало, почти полуверно. В нанотехнологиях это четвертое место в мире. То есть, эта страна технологически очень развита. С моей точки зрения, Иран является восходящей державой. Но тут вы правы в том смысле, что именно при восхождении. То есть, страна жила трудно. И жила, в общем-то, как мне сами иранцы, они легко об этом говорят, они не запуганные люди, вот что надо понимать. Иранское общество, оно не запуганное. И если можно так выразиться, вот этой репрессивности, о которой пишет Запад, ее там нет, когда в Иран приезжаешь. Они свободно говорят, критикуют свои власти, недовольные, скажем, детьми и потомками челмоносцев, иногда говорят, вот они тоже мажоры, поехали, и так далее. И они нелегко об этом говорят. И даже на ток-шоу об этом говорится. То есть, это не надо думать, что в Иране вообще боятся рот открыть. Нет, это нет. Ну, Запад преувеличивает, как часто обычно. Я просто говорю, что это не так. Это не так, да. И никого за это не сажают. Вот. Но они плохо жили, трудно жили. Они сейчас вышли. Кстати, один из серьезных поставщиков фармацевтической продукции, очень качественной. Потому что санкции, у них умирали старики, вообще умирали люди, и это была трагедия иранца. Об этом говорили, люди очень гордые и сдержанные. Но вот об этом со слезами на глазах. Вот когда был этот период, когда не было лекарств. И ты не знаешь, как лечить своих близких. Вот именно поэтому была создана фармацевтическая промышленность, национальная и очень качественная. На себе проверил, когда в Иране был, гордо заболело у меня, когда я сказал, простыл я. Это было лето. Пошел в одну аптеку, там Дарухан называют, по фарси. Сказал, дайте стрепсилс. Я потом сам уже сказал, слушайте, там не может быть стрепсилса. А она мне берет и дает его, только не стрепсилс. Она называлась по-другому, на персидском языке. Я не помню, как таблетки. Я не помню еще за свой век, чтобы за пару часов у меня от боли в горле не осталось. Именно, они очень качественные. И сейчас Иран заключает контракты на очень немалые суммы, как раз связанные с поставкой вот этой фармацевтической. И вот страна начинает дышать. А тут, конечно, очень преклонного возраста Айдала, Али Хамины, верховные лидеры Ирана. Понятно, что все, что угодно может быть. Понятно, что любой человек смертен. Это естественно. И понятно, что и он сам, и его окружение, и власть, ну, разумеется, должны как-то к этому делу подготовиться. Но тут возникает следующее. И вы это изучали наверняка в курсе политологии и политической истории. Когда происходит революция? Не на спаде. Никогда кушать ничего. Никогда лекарств нет. А когда страна идет на подъем. А надежды, чаяния, желания у нас всегда выше реальности. Предположим, живем мы с вами хорошо. Я просто для наших зрителей скажу. Вы и я, Фархад. И, в общем-то, ситуация улучшается. И мы думаем, ну, в общем, и метров нам квадратных. Ну, вы молодой человек, мне это хватает. А метров мне надо бы прикупить, наверное, еще. То есть вы думаете о том, как бы расшириться. И вот тут что-то происходит. И вот этот подъем затормаживает. Потому что он не может быть вечно по экспоненте. Он начинает опускаться. Вот так вот, да, это в этом графике. И вы недовольны. Потому что ваши планы, ваши вот эти вот, которые вы строили, они-то идут по экспоненте. И когда возникает критический разрыв между реальностью, пусть восходящим, но вот, да, и вот этими чаяниями и надеждами мы-то думали, и так далее, то тогда скидывают власть. И могут произойти и восстания, и в революционные события. И тогда попробуем спрограммировать, ну, то есть прогнозировать, простите, что может в районе произойти. Значит, есть усталость определенная, да, от диктатуры. И тут мы видим, что, надо сказать, власти ведут себя, ну, достаточно предусмотрительно. В каком смысле? А может быть, вот такое жесткое, да, отменили полицию нравов. Помните? Отменили же. Ну, вы говорите, что вы были. И я была относительной, осенью я была. Ну, еще сидим в кафе, пьем чай. Вот девушки сидят, в отличие от меня, без головного убора. Да? Это правда. Вот. Есть такое. И даже по улице могут так пройти. И никто их не хватает, никуда не тащат. И вообще никто не огрызается. Но что было при этом сказано? Они довольно вот интересно аргументировали это. Что наш народ и так является, как бы сказать, богобоязненным и верующим. Поэтому следить за тем, чтобы он был богобоязненным, в общем, довольно странно. Поэтому, поскольку у нас сознательный народ, то пусть сам народ решает, как он свою богобоязненность будет проявлять. То есть они снижают это давление, пара выпускает. Они стараются это делать, и я замечу, что это есть. Тем не менее, котел может взорваться. Где особенно? Естественно, в иранском Азербайджане. Почему? И надо сказать, что это тоже наблюдение и сведения людям, от людей, которым я доверяю во всех отношениях. Старое поколение и зрелое поколение, они абсолютно лояльны. Да я напомню, что, собственно, сам Алих Амин, и он этнический азербайджанец. Это не вопрос этничности, замечу я вам. А государственности? Да. А вот тут происходит довольно интересное. С одной стороны, молодежь, которая, в общем, уже как-то не так интересно следовать, да, таким жестким предписаниям теократической власти. Верно? Это раз. Второе. Надо сказать, что мы вот много комплиментов ответили Эрдогану. Он тоже там занимался, и именно среди молодежи пропагандой проекта ТОРАН, да? Вот. То есть эти настроения коснулись молодежи. Ну, вы знаете, что если в стране население 50%, да, моложе 25-30 лет, а еще и она идет на подъем. Смотрите, два фактора. Возможно. То есть оно уязвимо к революционному строению. Совершенно верно. Возможно взрывные вот такие вот действия. Удержатся ли власть? У меня есть впечатление все-таки, что да. Вот. И что она к этому готовится. Но риски, естественно, очень высоки. А в Иране, я напомню, что 50% населения моложе 25 лет. Да, там очень молодое население. Что касается цифр, это вот постоянно обсуждается цифр этнических групп в Иране. Давайте точки на «Д» тоже расставим, а то к нам придерутся, скажут, что мы с вами острые углы обходим. Давайте не будем обходить острые углы. Мы не боимся. Да, мы с вами. Не боимся. Не боимся, да. Да ничего такого страшного не будет. Сколько тюркоязычных в миллионах проживают в Иране? По данным из американских источников, по данным этнологов, специалистов по региону. Азербайджанцев считается, что где-то около 12 миллионов. Поэтому все остальные цифры такие, знаете, чрезмерно круглые, 15-30. Это пока не... Далее есть туркмены, естественно. Есть кашкайцы и другие группы. Значит, в целом, можно так вот считать, приблизительно где-то 17 миллионов. И это лояльные граждане. Более того, иранские азербайджанцы, опять-таки подчеркиваю, что сам руководитель, в основной массе это лояльные тегерану граждане. Может быть, отчасти это связано и с религиозным фактором. Интересно, что иранские власти подчеркивают, и всячески, кстати, тот же Запад пытается показать, что иранские власти ведут себя репрессивно в отношении этнических групп, например, в том числе курдских, хотя это иранская группа, да. Вот. Что, в общем, не соответствует действительности. И в отношении суннитов. Сунниты — это в основном юг и арабское население Ирана. Но в Иране есть и арабское население, очень любопытное, кстати. Вот, они где-то, по-моему, родственны вот этим группам этническим арабов, типа тех, которые проживают на Сокотре. Да, у них даже там собственные и так далее. Вот. Наоборот, надо сказать, в иранских медиа, наверное, вы это тоже отслеживали, они всячески подчеркивают, что мы, братья, тут никаких проблем у нас между масхабами нет. То есть никаких репрессий, ничего этого нет. Да сам Хамени об этом говорит, даже открыт. Вот. Это отдельно. Все мусульмане. Да. Ну, они даже не так рассуждают. Они говорят, вот те мусульмане, которые у нас есть, вот эти вот суннитских масхабов, они наши лояльные граждане, и мы с ними в хороших отношениях, мы их уважаем, и никаких препятствий мы им не чинем. Кстати, как и остальным разрешенным религиям, вы знаете, что в Иране там около 50 действующих синагог, очень любопытно. Хотя почему-то вот цифра, вроде 50 действующих синагог, да, на содержании государства, кстати, там и медцентры, и хедры. Есть кресло в парламенте, закрепленное за иудейской общиной, и два кресла, закрепленные за армянской общиной. Да, север и юга Ирана, да. Да, потому что там две епархии, поэтому два депутата. Какие проблемы? Нет проблем, эти люди не жалуются, в том числе и выезжая на какие-то особые репрессии в их адрес. Но что интересно, Коренна Александровна, там ведь подсчет населения ведется по религиозному, не по единическому. Поэтому это аналитические данные, то есть исходят, понимаете, демографы умеют это считать. Смотрите, вот если так посмотреть, вот вы назвали цифру 12 миллионов азербайджанцев, но вот есть 4 провинции в Иране, в которых азербайджанцы компактно проживают. Это провинции Западная Азербайджана, Восточная Азербайджана, Ордебиль и Зинджан. Но вот я там, может быть, я опять-таки могу ошибаться, но тем не менее, совокупности я посчитал, что там живет порядка 24 миллионов человек. Но там не только азербайджанцы живут, там и курды живут, дорогой мой. Провинция Курдистан, но и курды, конечно же, живут, и в Западном Азербайджане, в Тибриде, в частности, и так далее. Но тем не менее, как бы, да, даже здесь уже, ну, и, кстати говоря, в Тегеране живет, около 3 миллионов, мне сказали, азербайджанцев, сами иранцы говорили. Но здесь даже, сколько дел, не в Азербайджан, сейчас и иранцах. Почему? Потому что... Ну, это огромная... В любом случае, это огромная цифра. В любом случае, огромная цифра. Самое большое. Самое большое этническое меньшинство в Иране. Никто не будет спорить. Никто не... Нет, однозначно. И что самое интересное, когда, Александр, вот мы сказали с вами про этнический состав Ирана, очень разнообразный и очень колоритный, на самом деле. Мы сказали про Турцию. Здесь теперь у нас от турецко-иранского такого конгломерата вытекают две очень серьезные и острые ветки. Это Южный Кавказ и это Ближний Восток. Я хотел бы с Южного Кавказа, потому что мы начали с полсаветского пространства. Я объясню, почему. Потому что действительно сегодня то, что происходит в Армении, то, что Франция, которую вы сегодня уже подчеркнули, пытается попасть на Южный Кавказ через Армению, вызывает во много вопросов. Вот мы к вам поэтому пытаемся обратиться за помощью, что-то не за шашечки. Я вам говорю, нет военной логистики. У Франции нет своих баз на территории Турецкой Республики. А через Грузию? Через Черное море? Предположим. Ну, вы представьте себе сложность этой логистики. Значит, им нужно из западной части Средиземного моря попасть через Босфор в Черное море, а там боевые действия. И, в общем-то, ну, как одна дама шутила, нагло сакса контролирует, да, или Россия. Как там Франция-то будет прорываться? Если даже пойти ради принципа Макрона... А Турция скажет, не хочу, чтобы вы тут... Когда получается, Макрон пустословит? Конечно. Это блеф. А зачем ему это надо? А вот это довольно интересная штука, которая не касается народов региона, и так же, как и политиков региона, а касается западной игры. Так. И тут я вынуждена вам напомнить, о чем пишут британские консервативные журналисты и аналитики, но только всерьез. Да, конечно. Такие, как Алистер Хит. Он, правда, очень серьезный дядь. Ведь что бы. Не, ну, конечно, молодой для меня, но он ладно. Он что написал? Он что написал? Он откровенно написал, что все империи закатываются, сейчас закатывается американская. Я писал прекрасно этот нарратив, он это показал. Поэтому он делает вывод, что у Британии появляется шанс войти в высшую лигу и, условно говоря, не на аванс цене, а за кулисами быть одной из ведущих стран, то есть ведущей страной Запада. Британии. Да, в этом ресурсном регионе Азии и Африки. И я вам должна сказать, что вот вы меня спросили, как я оцениваю нашу политику на постсоветском пространстве. И кто действовал на постсоветском пространстве, чьи позиции сильны в Азербайджане, в Казахстане и не только. И даже на Украине. Это британцы. Правда? Вот. Чьи позиции сильны и в Турецкой республике достаточно. По крайней мере, и Эрдоган гордится этой дружбой, и Мур гордится этой дружбой. Это руководитель британской разведки. Ричард Мурт. Да. Я... Слушайте, если кто-то думает, что я это осуждаю, люди делают то, что умеют, и то, что возможно делать. Мы сейчас именно с этой точки зрения, правильно, с вами рассуждаем. Это так. И что любопытно, значит, американцы платили, они... А британцы взяли на аутсорсинг работ на земле. Это факт. Я бы могла много фактов привести из этой серии, но это факт. Понимаете? И вот, в общем-то, в каком-то смысле, где-то с 16-го года американцы стали ясно понимать, что британцы как-то так одеяло-то с них так в этом регионе так стягивают, стягивают так медленно, якобы мы вам служим. Значит, эти платят американцы, так? А эти действуют, да еще себе на пользу. И вот это, в общем, с 16-го года стало понятно американскому эстеблишменту. И тут... Все, я сейчас вам отвечаю на вопрос. И на постсоветском пространстве. И тут выступает, как мой... Ну тут я позволю себе это. Как только он стал президентом Франции, Эммануэль Макрон, мой приятель, который вообще-то телевизор не смотрит, человек очень пожилой, так посмотрел и сказал, Микрон. Понимаете, да? Ну это как бы напрашивается. Значит, тут он выскакивает и говорит, мы, конечно, любим, обожаем и очень уважаем наших британских братьев, но за ними нужен учет да контроль. И они вас, американцев, надувают. Он тоже об этом знает. И французская разведка об этом знает. На Земле так происходит. Это его предложение американцам, у которых, замечу я вам, в Ереване посольство, одно из самых больших в мире. Верно? И тоже секрет Палешинели. Кто там, там 7 этажей в голове, под землю эти базальтовые породы. Вот. И там что-то чуть не до полутора тысяч человек, людей, умеющих стрелять, бегать и прочее, прочее, с такими навыками. Но Макрон повышает ставки. Угрожает нам из Украины. Нам с вами кажется это так. Его игра, на самом деле, да что он против нас может, или против Ирана даже. Я вам еще раз говорю, у него нет военной логистики. Это он с Америкой вальсирует. Это является ввиду на украинском направлении. На украинском направлении он хочет, и у него есть шанс. Ему же, ну, французские военные, на самом деле, им недовольны все эти письма, вы помните, правильно, которые они писали? А тут еще им из Африки пришлось уйти. В прошлом году. А вы представьте себе, что возвращаются эти опытные люди, а они опытные люди, и французский спецназ, это не фунт изюма, все-таки это профессионалы, возвращаются в страну. И они там сидят, да, за рюмкой Сотерна, и рассуждают, как эта политическая элита, что она делала со страной, и как Франция потеряла свои позиции. Недовольны все, недовольны олигархи, ну, и не олигархи, а, скажем, руководители или руководство крупных компаний. Все недовольны. Что делает Макрон? Тотальный пример, кстати. Конечно. Что делает Макрон? Он же тоже знает, да, ему говорят, слушай, у тебя тут вообще много чего готовится, и вообще недовольных полно, желтые жилеты, фермеры, туда-сюда. Что он делает? Он этих военных кидает куда? В Румынию. Кто разрешил? Ну, не Румыния же приняла это решение, американцы разрешили. Понятно вам? А он говорит, давайте не дадим русским захватить Одессу и Николаев. И я вас уверяю, у украинцев еще есть резерв, в том числе для того, чтобы в этом поучаствовать. А я напомню, расстояние по карте, помните, там меньше 80 километров по Днестру, от Приднестровья до Одессы. Вот вам и все. Вот его игра. Тут вы правы, действительно. Но надо видеть эту дополнительную составляющую, связанную с британо-американскими отношениями, правильно? Британо-французскими, франко-американскими и разными прочими. Давайте не будем упрощать. Тогда так получается и Пашиням блефует. Он заявил о том, что у Армении есть все права и есть интерес иметь очень плотные отношения с Европейским Союзом. И вот главным проводником считается Армения в этом отделе, это будет Франция? Я не знаю, что считает Пашиням. Я говорила уже и не раз заявляла, что меня пытались это самое заставить, сравнить руководителя Азербайджана и руководителя Армении. Я говорила, что по определению, понимаете, у руководителя Азербайджана можно как угодно критично к нему относиться. И в этом смысле, конечно, действительно, его отца, я считаю, просто недооцененным политиком и сожалею об этом. Но это давайте за рамками эфира мы можем об этом поговорить. Гений политический, я считаю, просто выдающийся человек. Во всех отношениях, кстати. но тем не менее, понимаете, там и культура, и образование, не знаю, может, как все студенты, Ильхам Гейдарович, там, как и положено студентам, там, иногда и прогуливал, и прочее, но, извините, хороший вуз окончил, да, у него опыт, у него, в конце концов, такой отец, у него есть это, понимаете, политический ген, ну, по определению, а здесь не оконченное журналистское образование, вы понимаете, вот, у него недостаточно компетенции, потому что, если он заявляет, что Армения имеет право, ради бога, кто ей мешал, никто никогда и не возражал, а что, Россия разве возражала против этого, никогда? В том ты делал ни разу. Вообще, наоборот, говорил, мы только за, да, вот это и удивляетесь, но он должен понять, что его заявление, в том числе, на полузакрытом, или там, просто это, тоже информация стала доступной, заседание, да, с партией гражданской, это договор с активом, вот, когда он сказал, что давайте подадим заявку для вступления в ЕС, но тут надо сказать, дорогой, ну, учти одну вещь, что сначала нужно вступить в НАТО, это пропуск в ЕС, и то недостаточно, опять же, вспоминаем Турецкую Республику, правда? Наглядный пример. Да, ну, тут может быть, Турецкая Республика, все-таки большая, это мусульманская, там могут какие-то быть разговоры, разговорчики, да, вот, хотя я считаю, что Турция и так укрепляет свои позиции в Евросоюзе, и, в общем, ей этот ЕС не нужен, даже с точки зрения экономической, я серьезно, потому что он рушится уже, а Турция укрепляет свои позиции в Албании, вы знаете, что там великолепные порты, и так далее, то есть у Турции есть позиции на европейском, прямо, континенте, ну, даже тереть немножечко кусочек, но и дерне, да, Андрианополь, это как раз европейская часть, да, то есть не надо забывать, что у Турции есть кусок территории на европейском континенте, вот, но тем не менее, и ее не принимают, да, в Евросоюз, ну, хорошо, но тогда и Грузия, да, должна вступить, сначала в НАТО, а потом в Евросоюз, и Грузия хотела вступить в НАТО, что-то как-то это, когда из Москвы, так сдвинули брови, да, и сказали, мы против, и грузинское руководство так притормозило эту тему, заметьте, хотя там и тренировочные центры, и чего там только нет натовского, все натовское, даже стандарты. Каня Александровна, но даже если Пашиням блефует по поводу уступления въезда. Это не блефует, это просто пустота полетели. Даже если так, вот сам факт того, что он это произносит, он же должен понимать, что такими разговорами он может вызвать раздражение у Ирана, однозначно, иранцы дали ясно понять армянским коллегам, что надо все-таки быть более, ну, как бы, рассудительными в этом вопросе, и, конечно же, у нашей страны, которая, собственно говоря, заинтересована в том, чтобы армия оставалась нашим важным стратегическим партнером и союзником. Вы знаете, люди, эксперты, очень часто скатываются к тому, чего мы с вами, как личность, очень опасаемся, да, вот к этой этнической составляющей. А давайте подойдем к этому вопросу совершенно с иной стороны. Кому выгоден фактор Армении? Как фактор. Россия выгоден? Выгоден. Ирану выгоден? Выгоден. А Турции выгоден? Нет. Она препятствия для, да, пролиферации через Азербайджан, туда Каспий, да, и Центральный регион. Это не значит, что... Кстати, в постсоветском Азербайджане более линейные отношения вообще к армянскому фактору, чем в Турции. Вот. Это... Я давно на это обратила внимание. Причем, удивительным образом, само турецкое руководство как бы этому способствует, но меня поражает, насколько... Ну, здесь тоже есть, с моей точки зрения, некий элемент лукавства. Вот. Не надо упрощать армянский фактор внутри самой Турции, потому что внутри самой Турции есть курдский фактор. И турецкое руководство в лице Эрдогана, которое 24 апреля, это день, который армяне отмечают как день геноцида, да, траурный. Эрдоган не раз в армянской церкви в этот день он, мусульманин, стоял со свечкой. Я просто показываю, что турецкое руководство совершенно нелинейно себя ведет. И нередко этнических армян, которых немного, христиан-армян, хотя криптоармян, то те же американцы там считают, что до 6 миллионов. Вот. Ну, и амшены они там, их 600 тысяч, но там 400 тысяч знают, что они по происхождению армяне. Вот. Это армяне-мусульмане, чтобы все знали, они были мусульманами, то есть это не насильственно обращенное. Вот, тем не менее, они сохраняют вот эти этнические особенности, язык. Вот. Так вот, турецкие власти, в том числе и Эрдоган, старался вот именно в Курда, населенные районы, делать так, чтобы руководство, там, муниципалитетов и так далее, что там были как раз армяне. Вот. То есть, Турция совершенно по-другому с этим армянским фактором работает. И может быть, я почему вообще об этом сейчас говорю, что сейчас ей это невыгодно, но турецкое руководство действительно пытается другой рукой убедить общество в Армении в том, что вам здесь будет хорошо. Понимаете? Вот. Это отдельная тема, очень любопытная. Кстати, надо сказать, что въезд турецких граждан в Армению давно свободный практически. Есть прямое сообщение. Есть прямое сообщение, равно как и армянских в Турецкую республику. в Турецкой республике действуют очень серьезные и солидные армянские организации, издаются газеты и прочее, прочее, прочее. Ну и про свечку я вам уже скажу. да. Ну да. Ну как-то довольно интересно турецкое руководство именно в самой Армении ведет свою политику. Галина Александровна, к сожалению, времени остается не так много, а вопросов у меня очень много еще. Ну ладно, давайте за рамками эфира. Нет, я имею в виду, сейчас мы перейдем уже на другую географическую точку, имеется в виду Ближний Восток, потому что 7 октября прошлого года стала такой точкой отсчета, наверное, в каком-то смысле. И здесь надо сказать, что очень резкая позиция турецкой и иранской стороны, она, конечно, тоже дала о себе знать, в принципе. Израильская сторона заявляла о том, что она сможет разорваться с группировкой Хамас в течение каких-то считанных недель. Так, во всяком случае, заявляли очень многие. где вы видите? А вот так уже получается, прошло фактически полгода, а, собственно говоря, Израиль своих изначальных целей, которых он перед собой стоял, не добился. Теперь вот, посмотрим на это вот как. Как вы видите разрешение этого конфликта? К чему все-таки в конечном итоге могут прийти противоборствующие стороны? Это имеется в виду Хамаса и Израиль. И какова здесь будет роль Турции и Ирана в этом вопросе? Много, извинитесь. Ну, совсем тезисно. Турция грозит надменному соседу Израилю и осуждает. Это правда. Со всех трибун втрое возрос товарооборот. Потому что в связи с действиями Хусита в Бабальмандепском проливе и со сложностью доставки грузов в Израиль именно Турция стала основным поставщиком товаров в Израиль конкретно. И об этом пишут откровенные и арабские и иранские средства массовой информации. Про Иран этого, конечно, сказать нельзя. Иран не поставляет продукцию в Израиль. тем не менее Иран заявляет о том, что не вмешивается но и не выдает указания своим симпатизантам в регионе. И они действуют по собственному усмотрению. Это Ирак, это Сирия и так далее. Израиль, ведя эту операцию против палестинцев прям, скажем, откровенно уже. Потому что они уже на западный берег они обстреливают и проводят там операцию. То есть это этническая очистка. По сути, они этого хотят добиться и им препятствуют. Причем это они охотно всячески отрицают. сами палестинцы, учитывая внутренние проблемы между ними, а мы знаем, что Хамас с Фатхом даже воевали. Это точно. Да. Давайте пока остановимся. Да. И особо такого опыта прямо скажем государственнического и управленческого у них ноль. Вот. То вопрос, какая страна, какая держава будет создавать палестинскую государственность. Вот. Новый вопрос. И понятно, что конкуренция уже обозначилась. И здесь конкуренты из региональных, из макро региона, разумеется, Турецкая республика, Исламская республика, как Иран. А монархии? Что касается монархии, то здесь они как бы ни вашим, ни нашим. Они занимают третью позицию. Вот. И у них достаточно средств. И они не возражают против восстановления инфраструктуры на палестинских территориях. А что это значит? Ну как? Ну там все это самое снесено могучим ураганом. Вы посмотрите, что происходит. Вы видите, ввиду сам сектор ГАСа, то есть пусть они установят и все. Да, как строить? Кто будет строить? Где деньги, ЗИН? Ну конечно, да, они готовы, да, но при этом они тоже хотят определенные преференции. Строить государственность они не будут. Вот как. Да, но они хотят некие преференции. И эти преференции могут быть связаны и с экономической разумеется составляющей и так далее. Можно на эту тему поговорить, но я не экономист, вы больше разбираетесь в вопросах экономики, чем я. Тут я вам могу задавать вопросы. Вот. Но опять же за рамками эфира. Я вам все сказала, но понятно, что и Турецкая Республика, и Иран конкурируют за это право. Кто торжественно помолится в мечети Алякса на Храмовой горе от Эрдогана или руководителя Ирана. Посмотрим. Но при этом это должно быть и судя по всему это может быть решением лишь тех держав на международном, на макрополитическом уровне ядерных держав, как Россия, Китай, как минимум. Вот. Я пока называю только две. Кстати, сейчас мы знаем с вами какие учения идут в Аманском. В России и Китае и Иран. Совершенно верно. Военно-морские учения. Они регулярные, я замечу. В што раз проводится. Да. наверное, на кого сделают больше ставку Пекина и Москва. Посмотрим. Посмотрим. Это не обязательно. Но посмотрим. Но пока кажется, обозначат, что так, чаша весов иранская, несколько потяжелее будет. Потому что, учитывая то, что даже, ну как бы сказать, степень доверия. Но вы в начале программы сказали про закат американского империализма. Ну, почти что имеется. Это Алистер Хит. Ну, как бы вы его процитировали. Да. Но вот то, что Блинкин уже несколько раз отправлялся и в Израиль, и пытался с кем-то договориться на Ближнем Востоке, и с Эрдоганом вроде бы встречался, и иранцам отправлял тоже тайные послания через посредников, и с монархиями тоже проводил встречи. Можно ли это тоже подчеркнуть как докат американской гегемонии на Ближнем Востоке? Они не могут одним щелчком пальцев решить вопрос Палестино-израильского урегулирования. Понимаете, вот после 2008 года, когда стало ясно, что гегемон отнюдь не так силён, как это кому-то кажется. Восьмой год? Да. Грузия. А, вот. Грузия, события в Осетии и так далее. Это было очень любопытно. Стало ясно, что Акела дрехлеет. Вот. И вот эти вот демарши Блинкена, они уже все так вежливо, так серьёзно были. Сам Блинкен приехал, сам госсекретарь. А все уже прекрасно понимают, что иранская эскадра идёт там к Венесуэле, да, кстати, иранские позиции в Южной Америке всё крепнут и крепнут. Как и китайские. Меня поразило, что в Караксе иранцы строят метро, у них у самих метро, да, 20 лет, как они уже освоили эти технологии. Но дело не в этом. Дело в том, что из Вашингтона попросили Панаму, давайте вы не будете пропускать через Панамский канал иранские военные, военно-морские силы. Вот, но Панама сказала, не может. Панама. Панама. ответил. Которую оккупировали в своё время. Панама ответил, Вашингтон, это невозможно. Иранские военные, морские силы, так, так, совсем на запад, да, так, через Панамский канал прошли, туда-сюда прогуляли. Ничего себе так. Да. Об этом никто громко не кричал. Но мы-то с вами обращаем внимание такие вещи. Безусловно. Значит, Акела показывает, он ещё очень сильный. Ты же он не промахнулся. И не надо говорить, он, он уже там лежит и встать не может. Нет, это не так. Но понятно, чем будет заниматься, чем будут заниматься Соединённые Штаты. У них проблемы на заднем дворе. Эквадор, скоро выборы в Мексике, по аналогии Эквадора, может, там те же самые кланы мафиозные, тоже самое может произойти. Поэтому понятно, что государство Соединённые Штаты нужно заниматься своим задним двором и аукусом. Понимаете? Тихоокеанская, индо-китайская вот этой частью. Они будут этим заниматься. Ну да, конечно, нужно сдвигать брови, нужно делать вид, нужно туда съездить, сюда съездить. Но минимизация присутствия американского на Ближнем и Среднем Востоке уже наметилась именно тем самым ослаблением Израиля. Потому что именно Израиль был эксклавом Соединённых Штатов, ключевым в этом регионе. Тут неспроста говорят. Никогда Израиль не вернётся на прежнюю позицию. Понятно, да? Ну вот поэтому и говорят, что... этих проблем, которые они имеют сегодня. Вот не повезло Израиль, что бы... Не факт. И потом, извините, мы же с вами знаем, со слагательным наклонением тут не работает. И вот заключительный вопрос на фоне всего того, что вы сказали и подвели по поводу Ближнего Востока. Конечно бы хотелось узнать про наши взаимоотношения с Западом. Главное можно с Вашингтоном. Про Германию и Францию, конечно, бы хотелось бы поговорить, но это уже в принципе для нас уже и так много чего понятно. Но Вашингтон, с одной стороны мы прекрасно понимаем, что то, что творят Соединённые Штаты Америки, это уже не просто недружество, это вражеское отношение. Мы очень часто, не только мы, уже и на Западе говорят про словосочетание ядерная война. Что? Мы дошли до такой критической отметки. Уже как бы конец. Нет точки, точка невозврата. Знаете, гнилая пропаганда про эту ядерную войну и тоже долго работать не будет. Давайте зададимся другим вопросом. Вот сейчас теоретически. Какие у нас остались коммуникации? Посольства пока работают. Да. То есть дипломатическая составляющая имеет место. Отношения есть. Имеет место. А, ну так скажем. Да. по ряду вопросов, и это стало нашим достоянием, спецслужбы имеют собственные каналы коммуникации? Пока да. Обмениваются информацией. и по некоторым вопросам обмениваются информацией. по некоторым вопросам. Трезво мы к этому относимся? Достаточно трезво. Все остальное я вам скажу. Ну, вот это такая уходящая натур, такая инерция, да, и вот этой вот пропаганда, чтобы народу голову задурить. Но я вот недавно как раз вернулся из Центральной Европы, я доехала до Венеции, но я была вот Словакия, Австрия, Италия. Даже Словения сначала. в Словению попал. Понимаете, у меня сложилось, это мое оценочное, вот, что там уже тоже, на них уже не действует эта пропаганда на общество. Устали? Да, да. Она уже не действует, она мимо. Правда. Но если мы не говорим про Прибалтику и Польшу с Румынией, наверное. То же самое, в Прибалтике то же самое. Она уже не действует на народ в Прибалтике. Она уже не действует, а политики там гастролеры. Вы же это прекрасно знают. У них там паспорта американские, ну, извините. Ну, как есть. Вот. И более того, у меня, я не знаю, ну, человек, я не юный, и у меня друзья были в Прибалтике, были, ну, такие, может, не политические, но культурные диссиденты. Вот. Это была такая богема, музыканты, театральная публика. Кстати, именно там вам будет приятно, на Рижской студии мой муж записывал, они записывали тотальную импровизацию. За роялем сидел великий музыкант Вагиф Мустафа Заде, гениальный совершенно был, пианист, вот, музыкальный гений. И вот мой муж, они очень друг друга уважали. мой муж был, играл на контрабасе, он окончил струнное отделение консерватории московской, вот, и это тотальная импровизация, где-то есть эта запись, вот, поэтому, если вдруг кто-то нас услышит, и у кого-то есть хоть намек, как-то очень интересно добыть эту запись, это два великих музыканта, вот, и это что-то феерическое, они там долго помнят. Поэтому я эту публику хорошо, довольно знаю. Вот эти вот националисты, которых мы называли националистами, и они сами себя считали националистами, в общем-то, оказались просто этнопатриотами. И ой-ой-ой, как где-то сначала нулевых прозрели. Я в контакте с этими людьми. Нулевых? И я, да, я в 2003-м в Литве отдыхала, в 10-м отдыхала на Юрмале, вот, и я поддерживаю контакты постоянные. Вот, все они понимают уже, они понимают, что эти политики гастролеры, они понимают, что никому они не нужны, они понимают, что экономически им без коммуникации с Российской Федерацией не выжить. Вот, они даже начинают понимать, что Российской Федерации, они как территории и сами совершенно, ну, я имею в виду, как, знаете, там, для захвата, да, то есть Российской Федерации достаточно, чтобы они не были бы токсичны в отношении Российской Федерации, вот, они все это понимают. токсичность, по крайней мере, это скажется, капля камень точит, понимаете, количество перейдет в качество. Сейчас вот эта вот турбулентность, она будет возрастать, и во что-то она должна вылиться, и будем надеяться, что не в грандиозный бабах, понимаете, вот, хочется надеяться, и хочется от этого удержать, поэтому вот я ездила сейчас в Центральную Европу, участвовала в симпозиуме, и вот то, с чего мы с вами тоже начали, и ваше предложение мое, ну давайте без гнева и пристрастия, давайте хотя бы попробуем разобраться, а что на самом деле происходит. Обвиняться мнением. Давайте, какие вызовы у вас реальны, не вот это вот бла-бла, которые распространяют медиа, и иногда политики, находящиеся на ванн-сцене. Будем ждать ноябрь в таком случае. И не только, почему, много событий будет, май, я вас уверяю, да и лето будет борное, вот, все это. То есть, покой нам будет только снится. А почему нам с вами там? Ну я имею ввиду в плане Нам с вами, давайте к гражданам обратимся. Это безусловно. Если вы чего-то заметили, везде, где угодно, в том числе в Москве, могут происходить всякие диверсионные действия. И не надо по этому поводу говорить, как же так? Не все могут предотвратить спецслужбы. Не все. Поэтому надо быть бдительным. И внимательнее. Будьте бдительны. Вот вам и совет от нашего сегодняшнего гостя Кореннеги Варгянко. Инар Александровна, спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам. Всегда с радостью, что называется. Спасибо, что уделили на нас сегодня время. У нас время так мимолетно прошло. Нам понравилось, как я чувствую. Безусловно, не может не понравиться. Я уверен абсолютно, что наши зрители тоже это оценят по достоинству. И, конечно же, с удовольствием сегодня посмотрят сегодняшний выпуск нашей программы. Инар Александровичу спасибо огромное. Дорогие друзья, у нас сегодня была в гостях один из ведущих специалистов по Ближнему Востоку, по Ирану, политолог Кореннеги Варгян. Подписывайтесь. Телеграм-канал Ибрагимов и Вестник Кавказа на Ютубе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин